«Почему я избегаю мужа?» Три вопроса. Надоел. Возможно, это одна из причин, что просто надоел человек. Так мы избегаем друг друга. Возможно, есть разная внутренняя жизнь, которая не находит общих каких-то отношений. Каждая своя внутренняя жизнь оказывает через какое-то время, но нет внутреннего контакта и не хочется общаться. То есть разные из причин, почему. Индивидуализм, отчуждение также может быть, замкнутость, потому что люди не понимают друг друга близко, духовно, глубоко. Честно, скажите, кто-нибудь нас выслушал до конца жизни и понял до конца? Найдите такой человека. Если у вас есть такой человек, вам очень повезло. Обычно нас не понимают до конца, даже близкие люди. Поэтому мы идём к психологу, платим деньги, и там всё рассказываем до конца. И он его должен понять, он заплатил за это, будет слушать. Они будут со мной спорить, обвинять меня, будут слушать меня внимательно, сострадать, сочувствовать. Я вас понимаю. И, наконец-то, мы не можем. Я плачу, сочувствую. На конца ходят, они всё у меня поняли вообще. Но это редко бывает, даже в семьях. Смотрите. Мы отчуждаемся, мы живём замкнут. Вместе вроде как, но вот тонкое тело разное. Нас объединяет любовь. Так мы говорим сегодня о любви. И мы не говорим, что вожделение и любовь — это одно и то же. Это разные вещи. Вожделение разъединяет людей. Вы думаете, азартные игроки садятся за стол игральные вместе? Они, может быть, и вместе садятся, но у каждого своя эгоистическая цель. Они не вместе. Каждая для себя это делает. Если так образуются семьи, то будет такой результат, отчуждение. Рано или поздно. Близкие духом люди должны жить вместе. Брак освещается для этого. Пища для этого освещается. Постоянная определённая практика духовная. Потому что, если не будет духовной практики, она выветривается. Материальная природа такая. Вы забудете об этом. Вот сейчас мы послушаем лекцию. Выйдем, а завтра, послезавтра уже забудем. Потому что жизнь закрутит нас снова в то же самое колесо и русло, если мы ничего не будем делать. По дорогам, по которым не ходят, они зарастут, как будто ничего не было. Поэтому каждый день мы должны работать над собой. Как мы умываемся, стираем одежду регулярно, так же с умом нужно работать постоянно. Это хорошо. Пусть в вашем сердце звучит молитва всегда. Вот это хорошо будет. Мантра, обращение. Всегда обращайтесь к Всевышнему. Всегда это делайте. Он в вашем сердце вот сюда. Вот сюда смотрите. Вот там ищите его. Субтитры создавал DimaTorzok